Всем огромный привет! Не будем тогда уж уступать традиции, мы третий влог подряд начнем с зеркала. Я хотела вам показать просто вот такую пижаму, которую не так давно забрала с Вайлберис. Это такой домашний костюм, объемный. Смотрите, как он выглядит. Нигде ничего не жмет, не давит. В общем, я в восторге. Получаются длинные вот так штанишки и талия на резиночке. Мне очень нравится, он на пуговках удобный. Можно носить в застегнутом виде, можно расстегнутый как топ. В общем, как вам расцветка? Я знаю, что такая расцветка далеко не для всех подойдет. Не всем понравится, но мне нравится. Такая яркая. А что ходить дома, да, в черном? Зачем в черном? Мы лучше в таком походим, по крайней мере. Мне очень нравится. Короче говоря, сейчас расскажу планы на наш день. Ну и я продолжу собираться. Так, Дениска с утра поехал к нам на квартиру. Кое-что там убрал, кое-что загрузил в машину. Сейчас нужно будет сдать лишнее в Леруа. И мы, в принципе, поедем в Леруа. Нужно купить гипсокартон. Попозже расскажу, для чего. В целом, новости с ремонтом просто обалденные. Когда наш рабочий вчера рассказал, какие у него планы дальше. Мы такие, вау! Боже мой, наконец-то случилось то, чего мы так долго ждали. Короче говоря, я прям очень рада. Детям вчера пришла, рассказала. Они такие, ааа, класс! Ладно, ну, в общем, у меня эмоции часто переполняют. Вы нарасскажете, Света, ты совсем кукуй? Да, наверное. Ну, я, правда, довольна. Поэтому сейчас Денис за мной заедет. И едем вместе с вами, в общем, в Леруа Мерлен. То, что нам нужно сдать. Одна серая затирка, так как мы брали другую. В итоге потемнее. И три пачки клея для керамогранита. Вообще, изначально мы приехали вот за этим. Гипсокартон. Мы же тогда покупали. А куда делся? На чем-то надо было работать. Плитка широкоформатная, большая. Ааа. Он веса как-то городил, и мы подкладываем. Ну, ладно. Короче говоря, нужно будет сейчас купить и около машины его разрезать, потому что он у нас не влезет. Я как бы один не справлюсь. А у меня... Погоди туда. Ладно. В общем, что мы взяли? Быстренько обзор покупок. Это для чего? Как называется? Если покупки не мешаются. Да, по сумме хотя бы, как минимум. Что это вообще такое? Керамогранит сверлить. В тумбочке вешать сейчас там. Как оно называется? Перо. Перо. По керамограниту. Дальше. Два монтажных клея. Жидкие гвозди для того, чтобы ванну приклеить, там с профилями работать. И санитарный клея для костей. И санитарный герметик. И получается, ну, мешки, потому что нам предстоит скоро генеральная уборка от пыли, от мусора. Это для строительного пылесоса. Режем прямо на парковке, потому что в машину он не влезет. И нам, в принципе, надо только вот 60 сантиметров. То есть половинку его на ванну, а вторую половинку на инсталляцию, скажем так. Поэтому мы его сейчас разрежем, разломаем и отвезем. Воу! Вот так легко? Кажется, в нашу машину влезает совершенно все. Смотрите, как четко все влезло, все закрылось. Я прям в шоке. Не нужно. Дениска хотел сначала попросить своего папу, чтобы он помог. А в итоге мы справились самостоятельно. Вообще супер. Ой, кто такой? Бежит, бежит. Привет! Привет. Как дела? Нормально? Я задержалась, я друзей номер записывала. А, ну, хорошо. Очень даже полезное дело. Завтра, я могу, кстати, найти. Хорошо, молодец. Приезжал сейчас курьер, привез два новых бьюти-бокса. Посмотрите, какие новые упаковки. Такая расцветка интересная. Таких не было. Обычно розовые присылают, ну, либо другие. В общем, таких не было. Они были одинаковые. Но составы у них разные. Потом обязательно сниму также распаковочку этих бьюти-боксов на свой канал. Это у меня выходит отдельное видео. Смотрят их именно те, кому это больше интересно. Кому неинтересно, те, естественно, не смотрят. И это очень удобно. В общем, чтобы не загружать вас лишней информацией. Попросил картошку запеченную с мясом в духовке. Вот, ставим. Так, это у нас вот приправа. Все, готовим. Все, картошечка готова. Выглядит вот так внутри. Детки и Денис просто обожают такую. Дениска у нас в этот момент готовит блинчики. Простите. И смотрит «Отчаянные домохозяйки». Блин, я уже не знаю, какой раз мы вот это вот пересматриваем. А, ты нашел шоколадный соус? Вы часто пересматриваете «Отчаянные домохозяйки»? Мне вот интересно. Денис, на каком ты сезоне сейчас? Четвертый сезон. Я в этот раз не смотрю, кстати. Да, нет. Но тоже много раз смотрела. До сих пор, но прошло два года. Да, знаю. Приехали на квартиру чуть-чуть навести красоты. В общем-то, что мы сделали? Убрали все лишнее из детских комнат. Вот Артемкина комната. Вот Варюшкина комната. Оставили только то, что действительно необходимо. Чуть-чуть подмели, потому что мусора было много. Убрали мусор весь. Затащили тумбу с раковиной, которая в ванну будет ставиться на третьем этаже. Они, конечно, тяжеленные, капец. Но, короче говоря, все получилось. Затащили. И уже на следующих выходных, когда будет Денис отдыхать, мы это все благополучно сможем повесить. На третьем этаже пока вот так. Тумба будет вот здесь висеть. Здесь будет зеркало. Ну, а здесь потом, естественно, мы будем заказывать истекление для душевой. Также сюда привезли, перенесли точнее, получается, вот саму душевую систему. И вот кранчик, который будет для раковины. Короче говоря, видите, у меня руки просто ужас белые. Так, ну и, короче говоря, все. Здесь мы повесили импровизированную шторку, чтобы поменьше сюда было пыли. Потому что в целом, сама по себе, ванная комната уже плюс-минус чистая. Безусловно, отмывать плитку придется. Но Дениска тут пока воюет с топкой туалета. Вот, не знаю, может, хочет поставить ее. Ну, ладно. Так, ну все. Главное, что уже можно будет вешать. Я рада. Один раз выезжаю из квартиры, просто вся чумазая. Каждый раз приходится стирать всю одежду. Это вот кошмар просто. Но скоро, конечно же, этой грязи, пыли вот этого всего не будет. Вот, и можно будет, наконец-таки, уезжать. Приезжать чистый и уезжать тоже чистый. Также наш рабочий начал устанавливать каркас под ванную. Ну и получается сейчас еще каркас инсталляцию. Все это потом обошьется и тоже уже все будет готово. Единственное, что он уехал на выходные домой. Вот, в воскресенье, получается, завтра он приедет и уже будет все это доделывать. Но, в целом, самое главное, что начало уже положено. Ну, а там уже дело техники, остальное. Пыль, грязь. Господи, когда это все закончится? Вы только посмотрите. Ужас. Вчера выставила плиткорез. Точнее, Денис выставил через мой аккаунт его. Сегодня его уже оплатили. И все, его можно будет через день отправить. Ох, я так рада, что он уже не нужен. А это значит, что все, плитка уже, в принципе, готова. Ну, у нас осталось только на инсталляцию ванны, но именно плиткорез уже будет не нужен. Так что мы его сейчас почистим, отмоем, насколько это возможно. И все, отправим. Дениска-таки решила установить кнопку на унитаз на третьем этаже. Короче говоря, вот эту часть нужно лишнюю срезать. И потом уже устанавливать вот эту штуку. Я об этом не особо понимаю, пусть Денис там разбирается. Ну что, я вам готова показать процесс. Точнее, уже результат. Вот он, унитаз, уже поставленный с кнопкой. Вот, видите? Рабочие, все рабочие, все работает. Давайте вот нажмем. Та-дам! Я у папы дженера. Я у папы дженера. Смотрите, вот человек все сделал сам. Молодец. Вот это ты еще установка. Разберемся. Так, короче говоря, смотрите. Раз, два. Ага, заказы брать. Слушайте, вообще, вообще, ну круто же. Первое, что мы установили, вот в доме будет унитаз. А что, очень даже важная и нужная вещь. Тёмка, по я исследователю задали вот такое наблюдение. В общем, нужно посадить четыре одинаковые фасолины. Ну, вообще, две мы решили просто побольше посадить. Поставить одно такое светлое место, да, освещенное, а другое темное, например, шкаф. Мы решили сделать сразу по два. Вдруг что-нибудь не взойдет, ну мало ли. Вот, поэтому взяли фасоль. Тёмка, покажи фасоль, которую мы купили с тобой. Вот, мы землю купили. Дай фасоль. Странно, что на это нарисуем пацан, а не бабу. Дальше вот такую фасоль купили. Вот, ну и все. Артёмка, ты уже в перчатках показываешь? Боргеры жарим. Всё, будем садить сейчас с тобой. Так, землю мы насыпали. Артёмка садит фасоль. Раз, два. А, их потом засыпать? Три, четыре. Да, теперь сейчас засыпем и польём. Или что-то будет? Нет, сзади ничего не будет. Давай, аккуратно поливай. Так же аккуратно, аккуратно прям. Вот, умничка. Давай, 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 давай. Так, Тёмка полностью сам посадил вообще. У нас земля сразу с гранулами, с удобрением. Ну да, единственное, что я землю насыпала, потому что вот даже я и то рассыпала. Вот, молодец. Кстати, записала сегодня-таки, наконец-таки, на маникюр. Весь убила просто с ремонтом. Вот, здесь вообще половины нету. Это кошмар какой-то. Господи, когда это уже всё закончится, а? Бегу на маникюр. Какая-то очень неприятная погода сегодня. У меня сильный ветер. Думаю, блин, как хорошо, что я надела куртку потеплее. Потому что что-то прям сдувает меня. Вот, а у нас... Артёмка заболел, кстати. Жалуется на горло, плюс у него насморк. Вот. Понятное дело, что завтра он уже в школу не пойдёт. Вот, оставлю его на несколько дней. Если не пройдёт, тогда уже полностью идёт больничный. По-моему, три дня можно ходить без справки. Но мне кажется, тут тремя днями не закончится. А самое интересное, что это уже конец четверти. Вот. То есть варюшки уже первую оценку за четверть поставили по истории. Их учительница заболела и решила выставить сейчас оценки. А варя была между четверкой и пятёркой. В общем, варюшка должна была исправить. Как раз вот сейчас в понедельник учительница. Ушла на больничный. И в итоге ей четверку поставили. Обидно, досадно, конечно. Ну, ладно. Что ж теперь поделаешь. Вот. Конечно, варя четвёртый класс закончила на отлично. Но тут я понимаю, что пятый класс всё намного сложнее, чем кажется. Да? И отличницей, ну, я не знаю. Ну, зачем, да? Опять же. В общем, главное, что в принципе были знания. Главное, чтобы без троек заканчивала. Вот. А там уже 4-5. Уж не особо разница играет, да? Особенно, когда между четвёркой и пятёркой. Ну, да, обидно. Но что поделаешь. Всё, я вышла. Время 6.40. Уже темнеет, кстати, на камеру. Как обычно, они чуть-чуть светлее, чем в реальности. Но в целом маникюр покажу позже, потому что сейчас уже его не видно. Вы видели, наверное, что я купила тортик. Мы покупаем обычно торты в Татьянин двор. Но именно этот мы не пробовали. Шоколадно-банановый. Не пробовали же? Нет. В общем, попробуем его. Так вот, по какому поводу тортик? Сегодня воскресенье, день отца. Вот. Поэтому мы нашего папу поздравим обязательно. И вы не забудьте поздравить всех причастных к этому празднику. Это там папы, мужья, дедушки и так далее. В общем, всех поздравьте обязательно. Не забудьте. Дети приготовили подарки. Давай я сейчас переверну камеру, наверное, и мы покажем. Договорились? Да. Так, вот Варюшкин подарок. Давай поворачиваем. Вот такой Варюха распечатала на мини-принтере всякие подарки. И это папина любимая сейчас песня. Да, и это наши смешные фотки. Но это нормально хотя бы одно. Ну, у нас папа обычно фоткается вот так. У него нет нормальной фотографии. Мне вот этот вот нравится. Так, Артёмка, ладно. Давайте показывать теперь Артём. Я подарю папе жёлтый листик. Ну, вы... И потом при нём сделаю какой-нибудь самолётик оригами. Давай. Так, Артём, короче говоря, из оригами сделал машину. Нет, нет, нет. Подожди, подожди, я не отрываю. А потом её просто приклеил на лист. Я не открываю. Я ничего не делаю, всё в порядке. В общем, вот такая машина из оригами. Я вырезать чуть-чуть помогла. Тёма хотел, чтобы это было красиво выглядело, да? Вот такой. Ой, сопит ребёнок. Вот такой маникюр сделала. Всё, обрубила всю длину. Нафиг вообще с этим ремонтом. Вот в моих реалиях вот эти вот коротышки то, что нужно. Потому что я всё обломала. Это с размер моих пальцев. Ну да, примерно плюс-минус. Ну, в целом, мне кажется, что выглядит очень даже нормально. Ещё вам хотела показать вот эту потрясающую пижаму. Вы только посмотрите, как она выглядит. У неё такая необычная ткань в виде вязки. В общем, она вот, рукавчики у неё вот так сделаны. Так. И штанишки на резиночке. И здесь вот рюшечки. Что такое, Артем? Бабушка шила. Бабушка как будто вязала, да? Как будто такая вязаная пижама. Мне кажется, что это супер стильно выглядит. Я её потом отпарю. Чего? Где Муни? Призрак. Я потом её отпарю, покажу на себе. Но пока вот так. Цвет такой пудро-розовый какой-то. Очень красивая. Артёмка, пока я была на маникюре, Артёмка у нас поспала. У нас, кстати, дети всегда, когда болеют, всегда спят днём. Как ты себя чувствуешь? Температура есть? 36,8. Три температуры, да? Чуть-чуть совсем. Ну, это да, это ладно. Молодец. Ты не как все мужики знаешь. У меня 36,7. Я всё. Ну, молодец в целом. Но, Артёмка, ты на несколько дней в любом случае дома. Я сейчас учительницу предупрежу. Ты рад вообще? Почему? Тому, что ты дома посидишь. Домашку всё равно надо делать. Обязательно. Но это потом, когда тебе легче станет. Буду же с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока-пока.